Ну что ж, давайте запустим презентацию. Первый слайд, пожалуйста. А, это пуль, да? Хорошо. У меня есть буквально 15 минут, чтобы рассказать о проблеме рака в Китае. У нас есть регистр рака в Китае. Здесь на слайде вы видите, что в самом начале у нас было два реестра, и нам потребовалось очень много времени и сил. И господин Чен, который также является членом Азиатско-Тихоокеанской конференции, попытался создать первый реестр в Китае по оценке раковых заболеваний. Все началось уже довольно давно, и здесь вы видите, как изменялись данные с 90-х годов по 2011, и сейчас такие центры по сбору информации представлены практически во всех регионах Китая и покрывают по сути 185 миллионов человек. Вот так выглядят наши публикации. Мы выпускаем публикации каждый год. Это отчеты по раковым заболеваниям. Есть публикации, которые мы еще не сделали, над которыми мы по-прежнему работаем. В любом случае, хотел бы показать вам, что в 2015 и в этом году мы опубликовали очень большую книгу, она называется «Журнал клинических исследований рака». Это особый журнал для научных сотрудников, и поэтому в своей презентации я буду часто ссылаться на него, потому что здесь содержится очень много статистики и данных. Я как раз буду их упоминать. В 2015 году у нас было 4,29 миллионов новых случаев заболевания, 2,81 миллион смертей. Об этом говорится как раз в статистических данных, и это сравнение по заболеваемости и смертности. Мы видим здесь конкретные тенденции и тренды, и в грядущие годы мы будем заниматься сбором данных, и мы видим траты на медицинские услуги. Это 10 миллиардов долларов каждый год, огромные затраты. Здесь на таблице представлено, какой рак превалирует в Китае. Это общее количество заболеваемости. Здесь показана также и смертность, и есть разбивка по мужчинам и женщинам. Здесь мы видим, что самая большая нагрузка – это рак легких, это рак желудка, и есть и другие типы рака, которые отвечают за самую большую раковую нагрузку в КНР. И как я уже сказал раньше, у нас есть большая разница между западом и востоком страны, регионы отличаются друг от друга, особенно если вы возьмете крайний запад, то там располагаются сельские местности, есть большая разница между сельской местностью и городами. Поэтому здесь на слайде конкретно видны разные данные, особенно это касается рака груди. Больше случаев в сельской местности и рак шейки матки также больше распространен на Дальнем Западе. Это регион, где больше индустриальное развитие. Здесь на слайде показаны данные по смертности, вы можете увидеть по сути схожую картину, и здесь опять же отдельным цветом выделены сельские местности, города, есть разбивка по мужчинам и женщинам и общие данные. Помимо этого, мы сделали анализ тренда, анализ количества заболевших. Здесь на таблице показан процент каждый год по раку желудка, по другим видам рака. Здесь вы видите, что тенденция идет на спад. Это все происходит из-за изменения образа жизни. Есть другие важные факторы, которые, безусловно, влияют на изменения показателей. Помимо этого, мы видим увеличение рака молочной железы, увеличение рака легких. И помимо этого, вы видите увеличение рака шейки матки. Это основные типы раков, с которыми мы сталкиваемся с большинством проблем. Сейчас мы разрабатываем особую стратегию по борьбе с ними. И, конечно, мы пытаемся изменить привычки людей, их поведение. Здесь показаны просто цифры, но мы отслеживаем конкретные перемены, конкретные тренды. Мы собираем широкие данные и продолжаем работать в этом направлении, чтобы покрыть как можно больше регионов с географической точки зрения, охватить больше людей. Здесь на слайде вы видите цифры, которые показывают вам данные в разбивке мужчины, женщины. Синим цветом показано одно, зеленым цветом показаны мужчины. Здесь показаны данные и по выживаемости, и по смертности. Здесь показаны и общие данные, и по мужчинам, и по женщинам вместе взятым. Вы видите, что тренд, все-таки кривая ведет вверх. Здесь вы можете увидеть количество вновь заболевших, диагностированный рак. Есть конкретные отличия по полу. Помимо этого, мы анализируем и возраст заболевших, и проводим анализ по смертности в зависимости от возраста. Видите, как изменялась тенденция с 2000 по 2011 год. Есть и падения, и пики. Например, если взять женщин, то в основном это рак шейки матки и рак молочной железы. А здесь, опять же, вы видите количество заболевших раком среди женщин, разбивка по возрасту. Опять же, вы можете увидеть здесь разные типы рака. Они показаны разным цветом. Вот здесь показан рак молочной железы, который кривая ведет вверх. Есть рак шейки матки. Изменения по времени. Рак легких. Тенденция примерно такая же. А вот здесь вот показан рак шейки матки. Видите, какое идет возрастание среди женщин. Ну, конечно, рак шейки матки и рак молочной железы – это две основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся здесь. Вы можете увидеть слайд с данными по смертности. В процентном соотношении все показано, как они изменяются. Разные раки – это и легкие, и желудок, рак шейки матки, рак грудной, рак груди. Идет увеличение показателей. Здесь вы можете получить больше данных по раку шейки матки в сельской местности, в Китае. Данные представлены по годам. Это количество заболевших. Здесь есть и количество смертей, связанных с таким раком. И видите, что количество заболевших увеличилось. И при этом смертность осталась примерно на том же самом уровне. Нет, давайте теперь… Я показывала вам слайд о городском населении, а теперь хочу показать вам слайд о тех людях, которые живут в сельской местности. Видите разницу в тенденциях. Помимо этого, все больше молодых людей заболевает раком шейки матки. И поэтому мы проводим исследования с разбивкой по возрасту. Ведь можете увидеть количество заболевших раком шейки матки, разбивка по возрасту. Они стали практически на 5 лет моложе, чем раньше. И большинство случаев приходится как раз на городских жителей. А здесь вы можете увидеть данные по смертности среди женщин по определенным видам рака. Здесь, в Китае, и во времени с 2000 по 2011 год разные виды рака показаны. Есть конкретные перемены. И, конечно, рак груди здесь показан. И выживаемость в течение 5 лет по регионам и разбивка по полу. В целом, я могу сказать, что у нас довольно хорошие данные по выживаемости. Но ситуация в сельской местности все-таки оставляет желать лучшего. Но есть отличия по регионам. Потому что Китай – это страна, в которой есть 7 географических регионов. И по регионам ситуация разная. Можете увидеть разницу на северо-востоке, на юго-западе. Здесь больше, здесь меньше. Итак, смертность от рака. Можете посмотреть на данные в 1970-е годы. В основном, это был рак желудка, пищевода, легких, шейки матки, печени. В 1990-х годах ситуация изменилась. Это было время, когда мы стали проводить первые исследования по раковым заболеваниям. И обнаружили, что в основном люди страдали от рака желудка. На втором месте была печень. Потом уже легкий, пищевод и колоректальный рак. В 2010-м году ситуация опять же изменилась. Мы провели национальное исследование по смертности от рака. И здесь уже на первое место вышел рак легких. А на втором месте рак печени. Потом уже желудок, пищевод и колоректальный рак. В 2015-м году мы сделали разбивку по полу. И я представляю данные по мужчинам. На первом месте это рак легких. На втором – желудок, печень. А уже потом пищевод, колоректальный. У женщин на первом месте рак груди. Здесь я хотела бы сказать, что раковая нагрузка высокая в Китае. И если мы не предпринимем мер прямо сейчас, то мы будем сталкиваться с еще большими проблемами в будущем. Необходимо проводить профилактику. Она особенно важна среди сельского населения. Она должна быть доступна по цене и физически доступна. Необходимы долгосрочные инвестиции с стороны правительства. Нужно продвигать деятельность неправительственных организаций, сообществ и ассоциаций. Нужно сделать так, чтобы они были более активны и вовлечены в эту деятельность. И нужно развертывать особые программы не только в городах, но и в сельской местности. На этом я хочу остановиться и поблагодарить вас за внимание. Большое спасибо. Вопросы у нас возникли? Пожалуйста. Вы все время делите на городское и сельское население. Меньше доступность медицины у сельского населения или более инертное население? Меньше сельское население, менее заинтересовано в своем здоровье или доступность медицины меньше у них? Вот так. Ответ – да. В Китае на первых слайдах я вам показывал, что большинство всех медицинских учреждений находится в городах. Поэтому в сельской местности просто нет доступа к медицинским услугам. Это первая причина. А вторая – финансирование. Деньги есть в городе. И, соответственно, и там плотность медицинских услуг выше. И есть страховки для того, чтобы их оплачивать, а в сельской местности это практически нет. И в прошлом, под руководством предыдущего лидера, у нас были хорошие системы здравоохранения, в том числе и на селе, и первичное здравоохранение функционировало хорошо. Но иногда наше руководство обращается к опыту западных стран, допустим, штатов, и они закрывают медицинские услуги. Предоставление их на селе вот уже 20 лет как не ведется. Поэтому в некоторых кантонах буквально распродаются государственные больницы региональными властями. Губернатор становится таким звездой, потому что он провел политическую реформу, он приватизировал все здравоохранение в кантоне, но это плохо. И мне кажется, нужно вернуться к уже установленной системе, когда мы обеспечим всеобщную доступность медицинских услуг, независимо от места проживания. Работает? Я читала, что Ваше население в связи с ограничением рождаемости постарело за последние годы. Возросла ли заболеваемость онкозаболеваниями за это время? Отмечаете ли Вы рост заболеваниями раком за последние годы в связи со старением населения? Да. Ответ – да. Когда я показывала слайды, даже по цифрам видно, что у нас постоянно растет во всех категориях заболеваемость раком. Можно проанализировать только некоторые виды, допустим, рака груди, легкого и шейки матки. Мы видим, что здесь основной рост. Матки и молочная железа с тем, что все-таки Ваши женщины стали меньше рожать. Мне кажется, рак шейки матки вызывается. Это вирус, папиллома вирус человека. Это основная причина. По поводу рака груди, возможно, Вы и правы. Но у нас нет таких четких, однозначных данных, на это указывающих. Для того, чтобы связать вот эту политику одного ребенка с увеличением количества заболевших раком груди, может быть, это следует и посмотреть, может быть, это политиков заинтересует. Но об этом говорят, но никто пока не осмирился провести исследование. На самом деле известно, что низкое количество родов ведет, может вызывать к цервикальному раку. Однако в Китае все-таки цервикальный рак не является основным ведущим у китайских женщин. У меня вопрос по приоритетам. Когда Вы завели реестр, Вы имеете реестр и по колоритальному раку. Просто хотите собрать национальную картину. И, скорее всего, все-таки больше регистрируется население в городских районах, а не в сельских. Вот вопрос в связи с этим. Скажите, как Вы собираетесь развивать эти реестры для того, чтобы собрать национальную картину? Потому что у нас перекошенная картина в отношении город-деревня, в смысле у Вас. Эти реестры становятся для Вас той основной информацией, на основе которой будет формироваться картина в Китае. Кстати говоря, мы эту тему обсуждали много раз в Китае. Даже на уровне Министерства здравоохранения, Министерства финансов. Потому что многие хотят, чтобы имелся реестр. С точки зрения, я считаю, что создать реестр несложно. Но при этом не надо включать в него всех. Но мне кажется, что если бы удалось связать просто уже существующие данные с информационной системой здравоохранения, как это сделали в Австралии и в других-других странах, Допустим, даже в странах с стопроцентным покрытием медицинскими услугами нельзя сказать, что картина идеальная. Но данные существуют, их нужно через информативные системы связать вместе. Мы говорим о том, что есть социальные агентства, бюро, которые контролируют людей, собирают информацию. У нас специально есть государственное бюро общественной безопасности. У них есть эти данные, которые собираются по населению, но только получить нужно к ним доступ. Продолжение следует...